Здравствуйте! Это Суть Дела. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов из Единой России готовит проект закона о внесении изменений в Федеральный закон номер 150 об оружии. Поправка направлена на введение нового механизма поощрения для тех граждан, которые, найдя какое-либо оружие, согласно действующему законодательству, сдадут его в правоохранительные органы. Законодатель предлагает ввести норму, согласно которой нашедший оружие сможет после сдачи оформить на него право собственности и спустя некоторое время вернуть себе свою находку на законных основаниях. Сегодня нашедший и сдавший в полицию оружие гражданин возможности приобрести это оружие не имеет, а само оружие ждет утилизации. Можно получить только компенсацию за сданное оружие. Причем каждый регион отдельно по становлению местного правительства устанавливает вознаграждение за сдачу оружия. Выплаты за один и тот же тип оружия могут разы отличаться в разных регионах. Например, Управление МВД по Иркутской области готово заплатить за сданный боевой пистолет 10 тысяч рублей. Одновременно у МВД по Нижегородской области даст за этот же пистолет только 4 тысячи. В основном, как отметил законодатель, суммы выплат являются незначительными и не соответствуют стоимости того же оружия на черном рынке, что заставляет многих граждан склониться к решению оставить у себя найденные пистолеты и винтовки до лучших времен. Кроме этого, сами акции по приему у населения оружия в обмен на деньги не являются систематическими и зависят от способности регионального бюджета найти средства на выплаты. Сегодня у граждан низкая мотивация сдавать оружие в МВД. «Нам нужно систематизировать законодательство, распространив положение о находке, прописанной в Гражданском кодексе, и на оружие. Поправка, которую я предлагаю, заключается в том, чтобы добавить в статью 13 закона об оружии положение, при котором сдавший оружие гражданин получал бы возможность оформить право собственности на него в соответствии с Гражданским кодексом», говорит депутат, автор поправки. После криминалистической экспертизы, если в течение шести месяцев не объявится владелец, оружие может быть передано в собственность нашедшему, считают он. Новому собственнику нужно будет обладать соответствующей лицензией и разрешением, или получить их в течение года. При невозможности получить разрешение, законодатель предлагает дать возможность охолостить оружие за счет нашедшего и выдать его уже в безопасном виде. Но все запрещенное к обороту в России оружие должно однозначно уничтожаться, считает господин Костунов. Председатель Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Александр Ратников считает, что предлагаемые изменения в закон об оружии являются прогрессивными и помогут государству иметь более четкое представление о количестве оружия в стране. В Уголовном кодексе России есть статья 222, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, под наказание по которой могут попасть и те граждане, которые, найдя оружие, решили оставить его у себя. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Я не перестаю удивляться странным инициативам наших депутатов. Вот вы часто находите на улице оружие? Мне лично за всю мою долгую жизнь ни разу не повезло найти ствол. По-моему, любому дураку понятно, что депутатская инициатива служит совершенно другой цели – легализации оружия незаконно хранящегося у самых разных категорий граждан в нашей стране. Принес в полицию и заявил, что нашел, и, пожалуйста, приобретай в собственность. Я не против права граждан на оружие, но понятных, прозрачных условий его покупки и получения лицензии, а законодательные хитрости наших избранников, мне как-то не понутру. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok